МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Южная столица РФ, город Сочи, 11-12 октября, принимала у себя двойной саммит глав государства СНГ и Евразийского экономического союза. В ходе заседания Совета глав государства СНГ по итогам обсуждений в узком и расширенном составах принят целый ряд решений. В частности, перераспределяется полномочия между Советом глав государства и Советом глав правительства. Теперь правительство будет заниматься большим кругом вопросов, а лидеры не будут отягощены текущими вопросами и смогут сосредотачиваться на формулировании стратегий ключевых направлениях развития Содружества. Тем не менее, в последние годы в адрес СНГ на постсоветском пространстве все чаще звучит критика. Только ленивый не называл СНГ чемоданом без ручки, бросить жалко, а толку никакого. Или клубом президентов, намекая на то, что это парадная организация. Это еще не самые жесткие характеристики СНГ. Тем не менее, к интеграционным проектам, которые зарождаются на площадке СНГ, проявляют пристальное внимание страны, которые никогда не входили в состав бывшего Советского Союза. Подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Ведутся переговоры о подписании такого же соглашения с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией, Сингапуром. Евразийской комиссии подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами Монголии, Перу, Камбоджии, Чили. На очереди Бангладеш и Эквадор. Впервые в саммите глав государства СНГ и высшем совете ЕАЭС принял участие президент Молдовы Игорь Дадон. И, как отмечают наблюдатели, глава молдавской делегации в ходе обоих саммитов. О том, как прошли и чем могут дать нашей стране эти два дня для нашей страны, поговорим с советником президента по экономике Еленой Гореловой. Здравствуйте. Здравствуйте. Президент Молдовы, Игорь Дадон, впервые принял участие в работе саммита СНГ. Накануне первого дня саммита прошла личная встреча Игоря Дадона и его российского коллеги, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Наблюдатели уже отметили встречу, проникнуто каким-то особым вниманием со стороны российского президента к Игорю Дадону. Вот на ваш взгляд, насколько верны эти наблюдения и что вам удалось увидеть, как принято говорить у нас журналистов, прочитать сквозь между строк в ходе вот этих встреч, которые проходили на площадке СНГ, саммита СНГ? Если говорить о встрече Игоря Николаевича и президента Российской Федерации, то чувствовалось с самого первого рукопожития и до проводов нашего президента это доверие. Причем доверие с обеих сторон. И со стороны Владимира Владимировича Путина, и со стороны Игоря Николаевича. Что люди друг другу доверяют. А в международных отношениях, вообще в отношениях между людьми, странами, бизнес-группами, отдельным бизнесом, доверие это очень много значит. Это практически все. Проблема, которая сдерживает дальнейшее развитие отношений между Республикой Молдовы и Российской Федерацией, Республикой Молдовы и Содружеством независимых государств, Республикой Молдовы и Евразийским экономическим союзом, это неоднозначная политическая ситуация у нас. И это тоже обсуждалось в ходе встречи, этот момент. Не в том плане, что как ее исправить или правильно-неправильно, а в том плане, что поймите, что мы не можем идти на большие шаги, или мы должны очень внимательно относиться к тому же расширению рынка, расширению списка предприятий, к снятию таможенных пошлин, с учетом той ситуации внутриполитической, которая у нас развивается. Все зрители прекрасно понимают, о чем идет речь. И можно понять и Путина, и все остальные страны, Содружества независимых государств, что отношения очень благосклонные, я бы сказала, не только к личности нашего президента, но и к стране. Вот это тоже было очень видно, потому что они тоже видят и результаты опросов, и то, как работают наши мигранты, это тоже очень такой весомый показатель, как они себя ведут, как они работают в компаниях, в которых заняты. То есть очень позитивное отношение к народу Молдовы и к ее президенту. Но, к сожалению, я повторюсь уже, вот эта внутриполитическая ситуация, непонятность взаимодействия между ветвями нашей власти, когда одна структура парад президента и президент сам делает все возможное и даже невозможное для того, чтобы открыть Молдове вот это пространство СНГ, Евразийского экономического союза, прежде всего с точки зрения интересов простых людей и бизнеса. И, с другой стороны, противодействие правительства и парламентского большинства. Но это уже все прекрасно знают, высылка дипломатов, депорты или негативное отношение к экспертам и к политологам, которые сюда пытаются приехать, и изнутри, как говорится, узнать, какая у нас ситуация, встретиться с кем-то. Высылка дипломатов особенно вот это вот все повлияло. И даже в этих условиях диалог о дальнейшем открытии, допустим, российского рынка и развитии сотрудничества не только в сфере экономики, но и в других областях, он идет и идет, по-моему, если учитывать вот эти плохие условия, успешно, если можно так сказать. Он есть. И отношение, я повторюсь, очень доверительное к нашей стране и президенту. Елена, насколько верны утверждения наблюдателей, политологов, критиков в СНГ, что СНГ себя уже изжил? Насколько верны манипуляции относительно того, что сегодня СНГ изжил себя еще и как институт, который был создан для того, чтобы разделить между собой, между бывшими республиками Советского Союза, разделить народное хозяйство для того, чтобы дальше уже идти врозь? Насколько верны утверждения, что будущего у этого института самое такое, будем говорить, пессимистическое? Ну, вспомним историю, почему страны пошли на то, чтобы создать такую структуру, которая называется Содружество независимых государств. Распад Советского Союза. Если бы не осталось никаких нитей, которые связывали бы экономики, культуры и так далее, то, я думаю, последствия распада Советского Союза с экономической, социальной, гуманитарной точки зрения, это была бы катастрофа не только для всего пространства, но и для каждой страны. Молдова очень много потеряла от разрыва в хозяйственных связях. Это была единая плановая экономика, разделение труда в рамках этого огромного пространства. И наша страна потеряла две трети валового внутреннего продукта на этом разрыве. Если бы не было вот этого объединения тогда вовремя и правильно сделанного, как Содружество независимых государств, то есть стремление сотрудничать, что-то восстановить, что-то не разрушить, то, естественно, потери, и не только Молдовы, были бы еще более значительные. Теперь вот все эти домыслы и очень частое обсуждение вопроса о том, что СНГ никому не нужен, изжил себя и так далее, абсолютно неправильно. Почему? Потому что любая интеграция, раз СНГ существует до сих пор, и есть предметы для обсуждения, для принятия каких-то согласованных решений, значит, структура жизнеспособна, она бы уже давно распалась. Теперь с точки зрения интеграционных процессов, возьмем Европейский союз, возьмем уже Евразийский экономический союз, да, это как бы высшие ступени интеграции, когда уже проводится единая макроэкономическая, аграрная политика, энергетическая политика и так далее, да, ликвидируются все таможенные внутренние преграды для передвижения там товаров, услуг, капитала и для рабочей силы. Но в то же самое время существует объединение не такой высокой степени интеграции, да, которые, есть зоны свободной торговли, которые счастливо существуют, и страны довольствуются этим. У нас в рамках Содружества независимых государств вот таким самым сильным, на мой взгляд, соглашением является договор о свободной торговле стран СНГ. Коллективный договор, он был подписан в 2011 году, а до этого существовали двусторонние, и страны пошли на то, чтобы подписать коллективный, то есть это говорит уже об их устремленности как-то коллективно вот эти вот условия своей торговли друг с другом устанавливать, не в индивидуальном порядке, потому что это очень сложно. Представляете, Молдова на двусторонней основе со всеми странами СНГ заключала вот эти соглашения, и с каждым были какие-то вот проблемы. Решили заключить общее соглашение, это проще, легче, и понятно, куда идут. То есть такие типа СНГ соглашения имеются и в мире, и Евросоюз, если последить его историю, более чем 40 лет создания вот того, той организации, которая есть сейчас, они тоже не сразу пришли к тому, к чему пришли. И есть еще один очень важный момент. Страны СНГ, не каждая страна готова выйти на более глубокую интеграцию со всеми остальными, как вот Евразийский экономический союз. Сразу вот там вступить или нет. То есть они готовы сотрудничать, и никто от этого не отказывается, из тех, кто сейчас принимает участие в СНГ, активное участие, я имею в виду, да, никто не отказывается от такой формы интеграции. То есть каждый находит себе какую-то свою форму. Азербайджан удобно, вот, допустим, и он прекрасно развивается. Сотрудничает вот в рамках СНГ, не собирается там вступать в Евразийский экономический союз. Для него достаточно на нынешнем этапе вполне устраивает вот такая форма интеграции. Для других стран, то есть есть разные, вот возьмем пример Казахстана. В прошлом году, ну, Казахстан, как у него с интеграцией, известно, что Наруслан Назарбаев был вообще инициатором этой евразийской интеграционной идеи, да. И Казахстан вместе с Белоруссией и Россией, они вместе, как бы, вот этот путь начинали создание Евразийского экономического союза, уже плотная такой организация интеграционной. Ну, Казахстан в прошлом году, в то же время, подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Европейским союзом. Оно отличается от нашего соглашения об ассоциации тем, что там нет зоны свободной торговли. То есть по всем остальным направлениям они собираются, сотрудничают, и уже год сотрудничают, и это одному и другому не мешает. Я привожу эти примеры к тому, что каждая страна, вот в этом восточном пространстве, она выбирает ту форму сотрудничества или интеграции с другими странами, которую считает для себя более полезной, более удобной. И в то же время может участвовать в сотрудничестве с другими организациями международными, региональными. Ну, известно, что после подписания в 2014 году договора об ассоциации с Европейским союзом, последовали определенные события, связанные с тем, что рынки стран СНГ, они для нас оказались закрытыми. Мы не смогли, то есть мы попали в позицию страны, которая объявлена была амбаргом на определенную группу товаров. Сегодня мы пытаемся вернуть себе восточные рынки, и в этой ситуации каковы перспективы сегодня просматриваются, после того, как, в общем-то, Игорь Никадж Додон принял активное участие в работе СНГ. И я, насколько было тогда заявлено, в ходе самого саммита говорилось о том, что Молдова считает, что работать в структурах СНГ, присутствие в структурах СНГ сегодня для страны, это, наверное, одно из самых, ну, чуть ли не государствообразующих элементов. И каковы перспективы сегодня перед нашей страной в такой довольно сложной, как внутриполитической, так и внешнеполитической ситуации? — Значит, у нас сложилась такая ситуация, что, как вы сказали, после подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, были введены определенные ограничения со стороны только одной страны, со стороны Российской Федерации. Можно потом будет поговорить, почему. Я могу объяснить, почему такие ограничения были введены. Это касалось временных запретов, они так и назывались, временные запреты, то есть это ключевое слово, временные запреты на экспорте до товаров и введение таможенных пошлин на 19 товарных позиций, включая те, которые для нас чувствительны, это агоподовольственная продукция. Но дело в том, что, кроме этого, и у нас стал падать экспорт в Российскую Федерацию, со времени, если взять за точку отсчета введения этих ограничений, то у нас экспорт практически упал в два раза. Причем это продукция, которую производим мы. Это не продукция, произведенная из товарческого сырья, это наша традиционная, причем качественная продукция. Естественно, что это отразилось на общих объемах экспорта и на введении бизнеса, на положении бизнеса, который занял в агоподовольственном комплексе. Это и виноделы, и те, кто выращивает фрукты, овощи и так далее. Консервы, консервщики тоже пострадали. И это ударило по общим объемам экспорта у нас. Но я бы хотела обратить внимание еще на одну вещь. Дело в том, что в последние годы, даже не после подписания соглашения об ассоциации, несколько раньше, активность наших структур, которые должны бы работать в органах СНГ, там есть и межминистерский уровень, межправительственный уровень, различные уровни сотрудничества, он стал снижаться, активность Молдовы очень резко. Мы не подписывали очень многие соглашения, безобидные, кстати, совершенно для нас. И вот последний пример, это саммит глав государства СНГ, который пришел в Сочи. Там страны подписывали, для подписания были подготовлены 18 проектов соглашений. Мы очень многие не подписали. И Игорь Николаевич не подписал не потому, что он не хотел подписать, а потому, что есть процедуры. То есть, имеет право он подписать как высший руководитель страны или не имеет права. Например, мы не подписали соглашение о противодействии коррупции, о совместных действиях. Мы не подписали соглашение о противодействии отмывания доходов денег. Мы не подписали соглашение о противодействии различным преступлениям в сфере IT-технологий. Ну вот, казалось бы, да, что политическое в этих соглашениях. Но президент не имел права это подписать. И причина этого в официальных документах, которые были представлены со стороны правительства, это то, что не удалось пройти все необходимые внутренние процедуры. Но я думаю, это отговорка. Потому что я не вижу ничего такого, что могло бы нам навредить, если бы мы вместе со странами СНГ, наши эксперты, наши чиновники участвовали в совместных совещаниях по этим вопросам, обменивались информацией и сотрудничали как-то. То есть, что плохого для страны? Я не вижу ничего. И вот с одной стороны... С учетом того уровня коррупции, который захлестил сегодня молодого вопроса. Да, коррупция, отмывание доходов и так далее. Следующая проблема, с которой очень многие страны сталкиваются, это преступление в области IT-технологий. Известно, у нас это очень развито. И, наверное, было бы хорошо обмениваться информацией, изучать опыт и вообще встречаться с коллегами, которые работают в этой области. То есть, я к чему привела пример, что за последние годы активность Молдовы в сотрудничестве со странами СНГ по различным направлениям резко снизилась. И вот приезд нашего президента на саммит СНГ и участие в этом саммите, встреча, которая была с Путиным, она как раз важность к начальному вопросу вашему в том, что они увидели, что в лице президента Республика Молдова готова, открыта к сотрудничеству. Но есть вот это вот за спиной. Этот пресс, который не позволяет на полной мере развиваться этому сотрудничеству. Теперь по поводу наших экспортных отношений со странами СНГ. И то, о чем я говорила, снижение активности, оно, естественно, каким-то косвенным образом повлияло и на объемы экспорта. У нас в последние годы, 15-16 годы, как это ни странно, снижался экспорт не только в Российскую Федерацию, но и в Казахстан, Беларусь, такие серьезные, Армению, Киргизию. То есть прослеживалась такая тенденция снижения объемов экспорта. Это солидарность, которая была на площадках СНГ, или это было связано с какими-то другими активными обстоятельствами? Нет, это не солидарность, это то, о чем я говорила. Это снижение активности Молдовы, правительства Молдовы, сотрудничества, развития связей вот на этом большом пространстве, на этом большом рынке. Я говорю, что может быть это не прямое следствие, но косвенно это повлияло. Если партнер не видит заинтересованности со стороны другого партнера, если к нему не приезжают, если не устраивают каких-то бизнес-встреч, которые обязательно нужны по интересам, по группам, если они видят, что интереса нет, ну зачем им развивать такое? Вот это одна из причин того, что у нас упал экспорт в эти страны. Ну, смотрите, оппоненты движения нашего в сторону страны СНГ утверждают, что сегодня довольно, так сказать, динамично растет экспорт в страны Евросоюза. Вот на чем основана, на ваш взгляд, такой, не знаю, оптимизм? Это тоже заблуждение. Значит, у нас динамично рос экспорт в страны Евросоюза на всем протяжении наших торговых отношений. Ну, были периоды, когда он падал, так же, как он и падал, и в страны СНГ, которые связаны были с кризисными явлениями нашей экономики, падал в ВВП, были там, кризис 2009 года. То есть говорить о том, что у нас сейчас резкий всплеск экспорта в Евросоюз, это совершенно неправильно, это даже не соответствует данным статистики. Были годы, когда у нас темпы роста экспорта в страны Евросоюза были выше, чем сейчас. То есть ничего такого не произошло. То, что динамика хорошая, это очень хорошо для нас, потому что нам нужны и те рынки, и другие рынки. Никто не выступает против того, чтобы уйти на один большой рынок и закрыться полностью от другого большого рынка. В этом наше преимущество, что мы находимся между двумя. Один рынок, там, почти 200 миллионов, это восточный, и второй рынок 500 миллионов, западный. Это очень хорошее, и причем мы географически, территориально очень удачно расположены, можем туда и туда, в общем-то, нет. Но то, что у нас резко возрос экспорт в страны Европейского Союза после подписания соглашения, этого не произошло. Ну вот, вы как экономист, я думаю, вам знакомы такой вот, будем говорить, анализ того, чем наполнен экспорт Молдовы в страны Евросоюза, и чем наполнен, или может быть, наполнен экспорт Молдовы в страны СНГ. Вот здесь есть какая-то концептуальная разница, но связанная с тем, что, например, ведь уже не секрет, что многие наши телезрители в той или иной мере разбираются в происходящем, ну и если не в экономике, так в футболе, если не в футболе, так в экономике. И всем многим понятно, что такое довальческое сырье, что такое продукт, который имеет НДС. Если здесь можно поподробнее немного. Могу поподробнее. Значит, примерно 40 и более процентов, вот если брать структуру экспорта на восток и на запад, я беру все СНГ, а не только Россию, потому что мы поставляем в СНГ примерно тот же набор товаров, что и в Российской Федерации. То есть у нас мало отличается структура. Более 40 процентов, самая большая группа экспортная на восток, это наша продукция агропродовольственная. Начиная от овощей, фруктов, в которые входят яблоки, сливы, основные наши продукты, вино, консервированная продукция. Вот более 40 процентов, вернее, в том, что мы отправляем на восток, вот это основная группа товаров, более 40 процентов. Опять же таки, в том, что мы отправляем на запад, более 40 процентов это товары, произведенные из довальческого сырья. То есть экономическая выгода от экспорта тоже получается разная? Немножко разная, конечно. Тот наш продукт, который прошел всю цепочку от выращивания сырья, если это консервы, вино, это уже продукт переработки, а там довальческое сырье. Тебе дали материал какой-то, там кабели, как называются вот эти вот штуки, да, или там материал, да, сырье для гош-каландерея. Мы здесь пошили обувь, сумки, одежду, отправили под чужой маркой на запад. Фактически мы оказываем услуги. Если говорить о международной практике, то в международной статистике это экспортом не считается. Это реэкспорт. Если вы хотите посчитать, сколько действительно вашего экспорта, это вычитается. То есть если мы это вычтем, то у нас совершенно другая структура экспорта будет на восток, на запад. Дело не в этом. Дело в том, что и в том, и в другом есть плюсы и минусы, если говорить о структуре нашего экспорта. Что нам дало довальческое сырье, на котором работает наше предприятие и отправляют, то есть оказывают услуги по переработке и отправляют туда. Это рабочие места. Их не так уж много, но они есть. То есть какую-то часть населения мы обеспечили, вернее, западные компании. Трексель Майер, вот же это японская компания, которая относительно недавно пришла по кабельной аппаратуре для автомобилей. Не аппаратуре, я не очень большой специалист. И здесь люди получили рабочие места новые и люди получили какую-то зарплату. Зарплата там, по-моему, у нас средняя по стране. Где-то вот нормально. Удержали кадры какие-то здесь, чему-то их научили. То есть это плюс. И вообще довальческое сырье, особенно вот когда первые начались такие производства открываться у нас, вот у швейников, у обобщиков. В 90-е годы, когда все разваливалось, все валилось в экономике, то это был какой-то выход из положения. Но они как выход из положения, это да, это плюс. Но строить экономику исключительно, допустим, промышленный сектор на довальческом сыре, это неправильно. Я объясню, почему. В чем минус, теперь я скажу. Минус в том, что тот капитал, который приходит к тебе в страну, в любую страну, как бы она ни называлась, он обладает очень высокой миграцией. И он приходит, основной притягательный такой элемент, это дешевая рабочая сила. Вот если в Молдове на сегодня рабочая сила действительно очень дешевая, они здесь задержатся. И эти рабочие места сохранятся, и зарплата, ну и семейный доход. Но если будут требования по повышению заработной платы, а в другом регионе зарплата будет ниже, более конкурентоспособна для них, то он мигрирует сразу же. Понимаете? Вот в этом большой риск, сохранится ли вот эта работа. И потом второй минус – это то, что вы об этом сказали, что фактически мы получаем только деньги за оказанные услуги нашими работниками. То есть заработная плата, все начисления на заработную плату, прибыль там очень маленькая, и все это тормозит появление собственного бренда. Текстильного, да, там кожгалантерей и так далее. Вот развитие легкой промышленности, как раньше говорили, вот своих брендов и своего продукта отечественного. Это то, что касается работы с Западом, экспорта на… Я говорю, но все равно позитивно есть, что есть рабочие места, и что вот такие компании, которые приходят работать на довольческом сырье, они не сворачивают производство, наоборот увеличивают. Это увеличивает и доходы людей. То есть в этом есть плюс. Но нужно думать о будущем. Понимаете? Ну, нужно думать о будущем. Что дальше будет, если вдруг этот капитал сорвется и уйдет из страны. Уйдет просто из страны. И то, что касается Востока, значит, как я сказала, более 40% в структуре экспорта – это наша агропродовольственная продукция, с нашими технологиями, с нашими разработками. Мы знаем, да, у нас были и научно-производственные объединения, в сельском хозяйстве, семеноводстве и так далее. То есть это продолжение относительно технологичного производства, которым задействованы наши продукты, в том числе и исследовательские какие-то продукты, которые, возможно, были разработаны раньше. То есть это наша традиция, наша культура, скажем так, и сельскохозяйственная, и промышленная культура в агропромышленной сфере. Вот в этом большой плюс. Но здесь есть тоже свои ограничения. Допустим, если мы будем активно работать на рынках стран СНГ, Евразийского экономического союза, есть ограничение одно какое. Ограничение по площади земли, сельскохозяйственных угодий, которые мы можем обрабатывать, ограничение по плодородности почвы. То есть бесконечно строить экономику только на том, что мы развиваем агропромышленный комплекс, который, конечно, надо развивать. Но все равно на перспективу, даже среднесрочную, мы упремся в естественные ограничители. То есть это хорошо, что этот экспорт, и на рынке стран СНГ нужно увеличивать объемы экспорта, то есть сотрудничать с ними, снимать ограничения постепенные, как это делал президент до сих пор, на российский рынок. И у нас там, по моим оценкам, мы где-то можем увеличить. Сейчас мы в прошлом году экспортировали чуть больше 400 миллионов всего объема. Но мы можем еще в два раза увеличить. Дальше не знаю, то есть каких объемов. То есть здесь есть ограничения. То есть яблоня больше не может вам принести плодов, чем максимальная какая-то ее, если так грубо говорить. То есть это получается ограниченная собственная база по выращиванию и производству. Да, это у любой страны есть ограничения. У любой страны, если Канада по зерновым тоже есть, они знают максимальную урожайность, максимальную площадь, которую можно засеять и собрать урожай. То есть это дает ограничения. И с Востоком, если говорить о перспективах, то первая перспектива такая, ну, с сегодняшнего дня это, конечно, можно в два раза увеличить объемы экспорта туда, потому что у нас были объемы экспорта более 900 миллионов, а сейчас 400. Значит, у нас есть запас прочности, да, чтобы как-то увеличить этот объем. И этого нужно добиваться, активизируя свое сотрудничество, чтобы нас знали, нас узнавали, вот, знакомились с нами по-новому, скажем так. Но второе направление, которое, это экспорт, который связан с развитием кооперационных связей, у нас есть соглашение базовое из Российской Федерации и из Белоруссии о кооперации, промышленной кооперации. Это совместное производство? Это совместное производство. Это открытие филиалов компаний тех же российских, казахских, белорусских, других, может быть, каких-то здесь, на территории республики. А это уже построение нового промышленного потенциала страны. Это более устойчивая такая база развития. И, кроме того, она не имеет пределов развития. Здесь нет ограничений. Предполагаете развитие собственных молдавских предприятий на территориях этих стран тоже? Совместных собственных предприятий и даже с участием исключительно иностранного капитала. Вот такие соглашения по кооперации у нас существуют, но они не активированы. Они как бы у нас в спящем режиме, как говорится. Вот я так вижу это будущее. Для того, чтобы они заработали, тут нужно работать, присутствовать на различных мероприятиях, которые проводятся в СНГ, в Евразийском экономическом союзе, сотрудничать на уровне чиновников, различных министерств. Прежде всего, конечно, это экономика и другие мероприятия, торсевые. Делать бизнес-встречи, организовывать форумы и там, и тут. Принимать зарубежных гостей бизнес здесь, на предприятиях, показывать производственные площадки, которые у нас еще могут быть освоены. То есть здесь нужно просто встать со стула, ездить и работать. И так я вижу то направление. Но они не исключают друг друга, Европейский союз и пространство СНГ экономические. Они на сегодняшний день вполне можно работать активно. Прежде чем продолжить наш разговор, хочу вернуть вас к тому, что вы обещали рассказать, чем вызваны были ограничения со стороны Российской Федерации в отношении импорта в Россию наших товаров. Сначала по количественным параметрам. Ясно, что основной объем нашего экспорта на восточные рынки приходился на Российскую Федерацию. Российская Федерация была основным потребителем на восточном рынке нашей продукции. Не Беларусь, не Казахстан, не Киргизия, не Армения. В силу объема рынка. Объема рынка, да. Для нас это было чувствительно и Российская Федерация прекрасно понимала, что Молдова основную часть продукции, которую отправляют на восток, а Беларусь, это приходится на них. Когда мы заговорили и начали активно продвигать идею о подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Российская Федерация на уровне и премьер-министр не разобращались к нашим своим коллегам, что необходимо провести консультации по некоторым вопросам. И называли эти вопросы это таможенное сотрудничество, это касалось реэкспорта. Реэкспорт у нас потом появился, мы знаем все эти истории, что под маркой Молдовы на российском рынке проходили товары из стран Европейского Союза, тем более, что эти товары были под санкциями российскими. Были такие факты. по таможенные сотрудничества. Здесь совершенно другие таможенные сотрудничества, но совсем другое условие въезда. Конечно, техническое регламентирование. Россиян интересовал такой вопрос, что вы, согласно вашему проекту соглашения еще тогда с Европейским Союзом, внедряете стандарты и технические регламенты Европейского Союза поэтапно. Они спрашивали, как мы будем свою продукцию на вашу инаквозить, если вы примете те регламенты, наши не всегда соответствуют европейским. Там есть сближение. То есть Российская Федерация, хочу отметить, Евразийский экономический союз, это не какие-то обособленные маргинальные организации. Они тоже прекрасно понимают, что есть наработки в Европейском Союзе, которые на сегодняшний день лучшие, в том числе в области технического регламентирования, и они перерабатывают свое внутреннее законодательство с учетом вот этой лучшей практики Европейского Союза. Но нас спрашивали, на основании чего тогда мы будем возить и оценка соответствия, как будет проходить. Можете ли вы это обеспечить? Стандарты качества. Вы нам гарантируете соблюдение стандартов качества продукции, которые поступают на нашу ветеринарные и санитарные нормы. Как? Если вы будете переходить на те нормы, у нас такие. То есть было масса вопросов со стороны Российской Федерации, причем вполне обоснованных. Насколько я знаю, молдавская сторона как-то обходила умолчанием. Да, молдавская сторона к сожалению, как к сожалению, обошла все это молчанием. И в общем-то серьезных переговоров по этим вопросам, которые я назвала и другим, тоже не было. И почему еще чисто в процедуре я скажу, многие этого не знают, большинство зрителей вообще этого не знают. Значит, в договоре, который мы подписали о зоне свободной торговли страны СНГ по 2011 году, в 2011 году есть стадия, где написано черным по белым и стоит подпись премьер-министра Республики Молдова, что страна, вот подписанная до этого договора, может иметь зону свободной торговли с другими, с третьими странами, развивать там отношения экономические и так далее. Но если какая-то страна из СНГ захочет провести консультации, то эта страна, Молдова в данном случае, должна провести такие консультации, если возникают у партнера какие-то вопросы. Самое интересное, точно такая же статья, точно такая же статья содержится в нашем договоре об ассоциации с Европейским Союзом, о консультациях. То есть, если страны Европейского Союза или какая-то страна Европейского Союза обратиться к нам, чтобы провести консультации, если мы заключаем какие-то соглашения еще с какими-то странами, которые касаются экономики и торговли, то мы должны провести такие консультации. То есть, это норма международной практики. Но поскольку мы ничего не стали этого делать из этого, вот были введены те ограничения, о которых я сказала, то есть, которые, в общем-то, отразились в том, что у нас резко стал падать экспорт на восточный рынок. На площадке вот этих саммитов прозвучало следующее. Молдавский президент Игорь Деон заявил, что страна хочет масштабного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Ну и планировал, что, возможно, уже на этом саммите мы сможем получить статус наблюдателя. Вот что может дать нам статус наблюдателя, что сегодня нам предстоит пройти, чтобы получить этот статус наблюдателя и как-то будет, ну, вот опять же, измеряться с тем, что мы сегодня являемся страной, ассоциированной с ЕС. Нет такого термина. Очень многие политологи, особенно, которые присутствуют на различных телевизионных передачах, вот страна ассоциирована с Европейским союзом. Ну, это такая сублимация термина. Нельзя так говорить. То есть, по отношению к Европейскому союзу мы являемся третьей. Вот есть такое выражение, третья страна. То есть, страна, которая не участвует в этом объединении. По отношению к Евразийскому экономическому союзу мы тоже третья страна, которая не участвует в объединении. Но у такой третьей страны могут быть разные отношения. Вот у нас с Европейским союзом такое масштабное большое соглашение об ассоциации. Ну, там две трети это экономика торговли, экономическая, зона свободной торговли и так далее. Евразийским союзом на сегодняшний день у нас есть меморандум о сотрудничестве. Это декларация о сотрудничестве, которая не обязывает ни одну, ни другую сторону, то есть ни Евразийский Союз, ни Молдову, что-то предпринимать или так далее. Там нет обязательств. Это, скорее всего, протокол намерения сотрудничать. Мы сотрудничаем, хочу тоже сказать. Мы уже провели, 3 апреля был подписан такой меморандум о сотрудничестве в области экономики во всех секторах. Я даже перечислять не буду. От аграрного сектора до IT-технологий. Мы уже провели одно рабочее совещание, приезжали специалисты из Евразийской экономической комиссии. Вот в рамках этого сотрудничества было очень интересное такое мероприятие. Пригласили бизнес, бизнес остался очень довольный, получил информацию из первых уст, как говорится. И дальше будем проводить, наверное, до конца года еще одно проведем такое для бизнеса. Но это просто меморандум. Такие меморандумы вы говорили в начале, когда открывали нашу сегодняшнюю передачу, что такие меморандумы есть и с Министерством сельского хозяйства Венгрии, и с Министерством торговли Китая, и с очень многими странами. С Монголией она очень активно, кстати, работает вот на этом поле сотрудничества. С Сингапуром, Чили. То есть не самые последние страны в этом мире, скажем так. Даже наоборот. Что дает наблюдательство? Я часто слышу этот вопрос, даются вопросы. Значит, если вы хотите углубленно сотрудничать, вы должны понимать, что там делается. Понимать с экрана телевизора, когда вам говорят, что в Евразийском экономическом союзе там увеличился объем экспорта и так далее, вы просто получаете пассивную информацию. Почему? Что там делается? Какие регламенты принимаются? Какие стандарты? Какие программы развития принимаются для секторов? Какие общие рынки и как формируются? Вот у них в 19-м году будет общий рынок электроэнергии. Да? Сможем ли мы как-то вот это использовать или нет? Надо думать, но надо знать, как он формируется. 25-му общий рынок газа, нефти, нефтепродуктов. Сейчас на завершающей стадии общий фармацевтический рынок. Нам было бы очень интересно знать, какие требования, стандарты. Там же тоже очень много процедурных вещей. Как регулируется этот рынок на пространстве сегодня пяти стран. Как регистрируется, как испытываются лекарства и так далее. То есть нам это интересно. Мы хотим сотрудничать или не хотим? Или быть пассивными наблюдателями? То есть очень-очень много чего происходит в Евразийском экономическом союзе. Они очень активны. Напомню, что договор был подписан 1 января 2015. Вступил в силу с 1 января 2015 года. Еще трех лет не прошло. Но по всем направлению ведется работа. И IT-технологии, и аграрный сектор, и промышленность, и финансовые рынки, и поддержка предпринимательства. Там очень много. Все, что касается экономики, там решаются эти вопросы. Статус наблюдателя позволяет нам присутствовать на этой кухне. Знакомиться напрямую с документами, которые разрабатываются. Понимать, что происходит. Если мы хотим быть сторонними наблюдателями, копят у нас яблоки или нет, можно ничего не подписывать. Но это не открывает перспектив. Если же вы приобретаете статус наблюдателя и активно присутствуете, хотя бы присутствуете, понимаете, что происходит, вы у себя что-то меняете, чтобы соответствовать вот этим новым рынкам, которые там появляются. Общий агропродовольственный рынок, общий электроэнергетический, фармацевтический, общий рынок труда, вы понимаете. И когда придет время, я не говорю, не хочу быть проповедником, туда-сюда, если вдруг наступит, а может быть и не наступит, нас устроит вот эта двувекторность, вы будете понимать, какие обязательства и как работает этот рынок, стоит ли вам туда еще в большей степени интегрироваться или не стоит. Вы будете осознанно принимать решение. Вот что дает статус наблюдательства. Я хочу, вспомнила просто, я хочу отметить, что мы были наблюдателями с 2001 по 2014 год, такой организации, предшественницы Евразийского экономического союза, которая называлась Евразес. Сейчас вот эту аббревиатуру используют, но мы забыли, что Евразес это Евразийское экономическое сообщество. Это была международная организация, созданная для того, чтобы готовить документы, правила игры в Евразийском экономическом союзе. И вот как только был уже сформирован договор о Евразийском экономическом союзе, это в ноябре, по-моему, 2014 года Евразийский Евразес, Евразийское экономическое сообщество объявило себя распущенным, потому что уже цель была достигнута. Так вот Молдова и Украина, кстати, и Армения, мы были наблюдателями в этой организации. Лично я еще тогда в одной из должностей чиновничьей присутствовала там. И я понимала, то есть, когда рассматриваешь документы, проекты, документы, как идет обсуждение, да, вот этих подготовительных вещей, ты понимаешь, что это за пространство. Понимаете? А не узнаешь о том, что там делается из каких-то сводок, телепередач, или из новостных выпусков и голой статистики. Вот это, вот это дает. Понятно. Нужно быть активными и на Западе, и на Востоке. Ну, это, в принципе, наверное, и предопределено и нашим географическим нахождением, и той политической ситуацией, в которой находится весь регион сегодня. Потому что сегодня для того, чтобы выжить, нужно работать, торговать и... Двигаться нужно, двигаться, двигаться. Нужно все время двигаться. Вот бизнес, представьте себе, бизнес-единицу любую. Если он не есть, если этот бизнес, да, не смотрят, какие новые технологии, если он не посещает другие страны, если он не забудет новые контакты, партнерские отношения, он обречен. В наше время такой бизнес был. Так и страна, так и ее экономика. Очень быстро развиваются события, не только политические, но и экономические. Сейчас весь мир говорит о цифровой экономике. Это новая технология в экономике. У нас об этом почему-то вообще не говорят, хотя весь мир об этом говорит. О цифровых деньгах? Не только. Вообще обработка больших массивов информации, связь между этими большими массивами информации, то есть новые технологии в экономической жизни. Готовы? Ну, кстати, цифровой технологии уделялось внимание и на саммите СНГ. Да, там последняя повестка, вот тоже обсуждались эти вопросы, которые и правительство стран поручено, то есть пущено как бы на уровень исполнительных органов заниматься активно в этом месте. Внедрением цифровых технологий в области экономики. Понятно. Ну вот, если уже говорить о самом таком интегрированном или самом интегрированном проекте СНГ, именно Евразийском экономическом союзе, пять стран в него входят, если правильно запомнил Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Вот если отследить динамику, Союз довольно молодой, но вот если отследить динамику, сегодня экономика этих стран пошла в рост из-за, вот как следствие этой интеграции, или еще есть вопросы притирания экономик, притирания нерегламентов? Есть только притирания экономик. Мы же были в одной стране, я говорила и о том, что потом СНГ появилось, Содружественные независимые государства сотрудничали, то есть это не новый проект, ну я имею в виду для стран, да, что-то совершенно новая площадка, новое поле, новые партнеры. Нет, старые партнеры. Дело в том, что там вырабатываются общие правила, вот Евразийский экономический союз, общие правила, потому что идет построение общих рынков, я уже называла эти рынки, все общие правила о построении, идут процессы кооперации, идет процесс, относительно недавно уже программы заявлены о создании общих технологических платформ. Это означает, что в области промышленности выделяются сектора, допустим, легкая промышленность, электронная промышленность, нанотехнологии, и выбираются локализации, то есть вот где лучше эти производства, допустим, Казахстан делает одно, Россия делает другое, они кооперируются, или там Киргизия передается эта функция. Ищутся самые оптимальные решения не в рамках одной страны, да, а в рамках всего этого пространства, где выгоднее всем размещать такие производства или создавать цепочки технологических, кооперационных связей, где это выгоднее. И странам это предлагается, не только предлагается, но это и поддерживается. Инфраструктурные проекты, вот у них много инфраструктурных проектов, дороги, и страны поддерживаются. Вот в таких проектах есть, я просто хочу сказать, Евразийский банк развития, который создан шестью странами, не пятью, а шестью, еще Таджикистан. В этом банке можно участвовать странам, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Портфель инвестиционный этого банка на сегодняшний день шесть миллиардов долларов составляет. И вот, допустим, такие проекты, я просто сейчас вспоминаю, Армения. Это не только кредиты государством, это кредиты и бизнесу, видимо. Это, в первую очередь, кредиты под проекты. Есть кредиты государства, я расскажу. Под проекты. Вот последний, 15-16 год. Проект Армения. По Армении, значит, проект строительства автомобильной дороги Север-Юг, у них проблема. Выделили из этого общего фонда, ну, то есть Евразийский банк развития, выделил 150 миллионов долларов на этот проект для Армении. Есть проекты, опять же-таки, по-моему, для Армении, это поддержка закупки, нет, Киргизия, поддержка закупки сельхозтехники, где-то на уровне 40 миллионов долларов. То есть там идет речь о десятках, сотнях миллионов долларов на такие проекты, которые являются значимыми для стран, для интеграции стран, для разделения правильного труда, для построения логистических цепочек, производственных цепочек. Вот такие проекты там активно осуществляются, и их сейчас очень много. То, о чем вы попутно задели такой вопрос, поддержка государств. Есть. Есть евразийский стабилизационный, скажем так, фонд, минимум в, грубо говоря, в рамках. Выделено 2 миллиарда кредитов на макроэкономическую поддержку Белоруссии. По-моему, 300 миллионов, если не ошибаюсь, ну, на уровне нескольких сот миллионов в Армении. То есть есть и такие, такой стабилизационный фонд, который идет на поддержку макроэкономики, устойчивости самих экономик. Если у них там дисбалансы в платежном балансе, с валютой, проблемы с национальной. Есть и такое. Елена, последний вопрос. Ну, вот мы знаем, что предшественники сегодняшнего молдавского президента не просто игнорировали работу в структурах СНГ, даже отказывались от председательства в СНГ. Вот сегодня наше активное участие в работе СНГ – это попытка наверстать упущенное или работа над ошибками? Это трезвый взгляд на жизнь экономического. Это не попытка, трезвый взгляд на жизнь. Потому что Молдова, и все это понимают, не только там великие эксперты наши большие, но это понимают, я думаю, большинство граждан, а бизнес очень это понимает. Что если в современном экономическом мире не устраивать текстные контакты с различными региональными экономическими группировками, с отличными странами на двусторонней основе, с различными бизнесами в отдельных странах, ничего не получится. Глобализация. От нее никуда не уйдешь. Понимаете? Глобализация идет, а Молдова по своей структуре экономики не может работать только на саму себя, как большие экономики. Допустим, Россия может себе позволить закрыться от всех, работать на себя. Сынные штаты так могут себе позволить. Они будут терять, конечно, но в принципе могут. Молдова не в состоянии этого сделать. Мы открытая экономика по априори. Мы должны, чем больше мы будем сотрудничать и с западными странами, с Европейским Союзом, правильно сотрудничать, и с восточными странами, и с южными странами, со всеми, тем будет лучше. И поэтому это трезвая оценка, как нам увеличить свой малый экономический потенциал, который на сегодняшний день очень мал. Как нарастить? Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, нашим зрителям тоже стало много понятно из того, что происходит сегодня, как внутри страны, так и вокруг нее. Будем с удовольствием вас ждать в наших студиях. Спасибо за приглашение. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. «Персональный акцент» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова